Всем привет! Леонид Котвицкий. У меня тут пошла отсылочка со всякими прибамбасами для файки. Всякими-всякими штекерами. И вот я сегодня займусь двумя видами штекеров и поделюсь с вами, значит, как спаять для наушника. Штекер для наушников с микрофонов. То есть, вот таких самых распространенных на 4 контакта мобильных штекер. Так, вот они есть. Только которые подешевле, так те штекеры. Они простые, толстые. С ними довольно просто работать. Вот, легко доступно все. Но, которые, если надо для жены, то я себе сделаю, возьму такой потоньше. Он все равно толще фабричного, потому что в нем должно быть место для пайки. Обычной пайки без микроскопа. Вот. Ну и мы сейчас его попробуем спаять. Здесь уже все довольно, довольно таки все гламурненько и тоненько. Давайте разберемся с его, значит, с распайкой, что куда. Я покажу. Я сам не ремонтник. Вот, покажу, как это делается. Думаю, ничего сложного и для вас тоже не будет. Переходим, так сказать, поближе. Итак, обычная схема всех, практически всех их, идет такая. Здесь идет первый контакт от начала или последний с конца. Это база, так, или земля, общий провод, обмотка, он же. Здесь идет левый канал, правый канал наушника и микрофон. Если три контакта, то левый, правый и база. Так, микрофона нет. Вот, аналогично в этом. Они различаются формой и так далее. Здесь уже дальше могут быть нюансы. Потому что, если вот здесь база понятна, то какой из этих каналов за что отвечает? Ну, хорошо, если есть возможность прозвонить чем-то, тогда это определяется. Так, вот мы видим, здесь идет по самому центру. Потом второй идет. Потом микрофон у нас будет здесь. Так, эти не реагируют. Вот это у нас будет микрофон и вот эта база. Ну, здесь просто так. От конца, от конца к началу. Так обычно оно и предполагалось. В этом тоже надо посмотреть. Здесь уже все более тонко. Но если эта база, то это по-любому так, то вот эти три надо тыкать. Что это? О, значит, это у нас идет левый. Это будет, значит, правый. Это будет микрофон. Вот такой нюанс. А вот заморочки со самими шнурами может быть гораздо больше. Вот. Почему? Потому что в шнурах, но ты же не будешь в шнуре таким способом прозванивать. Значит, вот. Наушники жены ее любимые, много лет уже любимые. Как бы хорошие, долгослужащие. Но пришла пора и так здесь отшатывается. Ты его держишь в мобилке, когда пошатаешь, покрутишь, начинает проскакивать звук. Вот. А в другие моменты отходит и все. Значит, что делать? Если здесь, допустим, аккуратненько разрежем. Вот попробуй по этим цветам, пойми, что есть что. Так. Ну, скорее всего, вот это белое, это будет обмотка. А вот красный, зеленый, синий, попробуй догадайся. Разбирать и пытаться прозванивать со стороны наушников как-то тоже не хочется разбирать и лезть туда. Если они легонько отсоединяются, то ладно, разобрал, посмотрел. Но если они плотненько сидят, то что, их разрезать, раздергивать, раскручивать? Ну, лучше туда лишний раз не лезть. Я думаю, любой со мной согласится. Поэтому паять придется методом тыка. Немножко. То есть как? Паяем, например, ну, скорее всего, это все-таки база. Вот. Предположительно, зеленый и красный, это будет левый, правый динамик. Но это все предположительно. Как оно на самом деле, тут надо гадать и гадать. Значит, придется немножко методом тыка. Метод тыка у нас будет состоять в следующем. Так, значит, припаиваем, наживляем, так, и включаем наушники в мобилку и слушаем. Так, слушаем. Появился звук, значит, это был звук какой-то там колонны, какой-то там левого. Не появился, значит, это микрофон, либо еще что. Вот таким образом и будем с этим всем разбираться. Теперь, что еще? Когда паяешь такие штуки, тут важно, чтобы они, ну, здесь они состоят и из ткани, так и из металлической части. Ткань нам не нужна, пусть она себе выгорит. А металлический нам надо, чтобы припаялся только кончик. Нам не надо, чтобы вся металлическая вот эта часть буквально пропаялась. Так, значит, нам нужно, чтобы только-только кончик прихватился, потому что все контакты очень близко. Так, и если голым будет металл и контактировать будет с соседними контактами, то это будет очень плохо. Так, нам надо, чтобы только самый-самый кончик этого контакта присоединился. Если знать наперед, какой из них чему соответствует, знать наперед, то в идеале делается так. Этот обрезается самым коротким, так, следующий, который будет идти к микрофону, значит, точнее, это не к микрофону он будет, а к левому идти. Микрофон у нас последний, да? Значит, следующий берется чуть-чуть длиннее, следующий, например, красный еще чуть длиннее, и они просто не достают друг для друга. Ну, это в идеале. А нам придется делать немножко, немножко методом тыка. Для того, чтобы эти проводки на кончике стали ловить наш припой, так нам потребуется ортофосфорная кислота. Я предпочитаю ею использовать. Ею нельзя в платах, так, в печатных платах она разъедает платы со временем. Но у нас не плата здесь, здесь просто проводки и контакты. Вот и ортофосфорка весьма неплохо разъедает то, что нам нужно. Самый кончик изоляции разъесть. И так, вроде бы нормалек, да? Наживилось. Сейчас скидываем лишнее, лишнее, все лишнее. Скидываем. Я обещал показать пайку обычным паяльником, так? Это значит, что? Это значит, что вот эти все тонехонькие штучки, да, надо как-то достать обычным паяльником и не спаять соседние контакты. Если в этом еще проблем не будет, да, здесь они довольно разведены, можно отогнуть все, то здесь именно обычный. Весьма заморочно. поэтому две вещи. Здесь слегка промазываем. Промазываем слегка. Так сказать, заложиваем, да? И нам нужно, чтобы на паяльнике был самый такой... Самый такой мизер-мизер припоя. Но на первый попал. А вот как попасть на серединку? И не запаять два соседних вместе, потому что это ж капец, если два спаяешь. Ну что толку тогда? Нужно один, а не два. Вот их буквально чуть-чуть намазываем. Вот. То я на такие случаи беру так. Где-то снимаю вообще, убираю припой, чтобы он даже не прикасался, чтобы его просто не было. Где-то с другой стороны, на кончике. Зачищаю вот такую булечку. Здесь капельку припоя. На нее. Потому что паяльник, то далеко не такой, как должен быть рассчитан на микропайку. попал, попал, попал. Не спаял два соседних, не спаял. Вот так, в принципе, обходимся. Да, село есть село. Я знаю, кто-то скажет, какой-то мастер, особенно мастер, который работает с нормальным инструментом, скажет, зачем. Ну, а если оно нужно раз, раз в год нужно, зачем мне закупаться специальными паяльниками, если оно крайне-крайне редко нужно. Если бы это уже была нужна работа под микроскопом. Если бы нужна была работа под микроскопом, то уже да. Тут лучше отнести к мастеру и не мучиться. Вот. А если такое, можно сделать обычным домашним паяльником. Если есть и маленький паяльник, специальный, то тем лучше. Тут даже нет вопросов. Тем лучше. Вот. А так прикручиваемся таким образом. Продолжение следует... Так. Это наша как бы... как бы база. Придется немножечком снять изоляцию. Вот. Теперь точно схватится. Держится. 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 Ну, теперь предположительно, зеленый, красный должны нам идти как сюда. Предположительно. Какой там цвет, это неведомо. Все будем делать методом тыка. пробуем. Зачищаем. Но самый-самый кончик. Ортопосфорная кислота. Она же паяльная. Оп. Надо бы станок для паяния. Надо бы струбцинку. Так. Ну, что ты сделаешь? До сих пор не обзавелся. Так. Припаял. Сейчас что? Испытание. Метод тыка. Отправляем в мобилку. Вставляем. Включаем. И слушаем, появился ли звук в каком-то наушнике. Если не появился, возможно, зеленый это микрофон. Так. Ну, есть звук? Есть звук сейчас у меня в правом наушнике. Хорошо. Пробуем красный. Пробуем. Отдаем дочери. Так. И пробуем припаять теперь красный к следующему контакту. Так. Последний у нас это должен быть микрофон. Пробуем. Все методом тыка в домашних условиях. Пробуем. Voilà. ... Продолжение следует... 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 А вот это у нас уже теперь лишнее, да, чтобы оно нам не контачило с соседними, это лишнее надо убрать. А вот это у нас уже есть, да, чтобы оно не было. Попробуем поменять красный и белый. Ну как, нам красный сюда взять как базу. Спасибо. 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 И не заливать термоклеем. Не заливать термоклеем. Это не самое главное. Но держаться будет лучше. И использовать термоусадку. Термоусадку я уже предварительно вставил. Правда она у меня толстовата. Пожалуй я использую пока что только термоусадку. Термоусадку. Чтобы дольше прослужило. Она у меня с клеевой основой. Должна схватиться хорошо. Потому что там настолько все мелко что по моему уже термопистолетом туда еще добавлять что-то нет смысла. И так смотрите. Все делается. Да. Было бы желание даже обычным домашним паяльником без всех этих паяльных станций там. Ну лучше если они есть так все эти струбцину хотя бы какую-то так. Но при желании можно сделать даже без этого всего. Вот. Немножко приходится работать методом тыка. Но и радиомастера тоже вынуждены работать методом тыка. Потому что знать по каждому наушнику который им принесут какие там цвета чему соответствует нереально. Так. Это можно по каким-то популярным фирмам знать. Типа там. это можно по каким-то популярным фирмам знать их цвета. Так. а так либо разбирай наушник и прозванивай что что у тебя куда идет что тоже не хочется его лишний раз разбирать вот либо либо догадывайся методом тыка ну вот так методом тыка я думал что не закрашенный цвет это база идет так обмотка оказалось что нет это не база а база это красный так а вот белый как оказалось идет микрофон и вот приходится тыкать но методом тыка даже не припаивая так сначала хотя бы найти базу сначала хотя бы найти базу так и и припаять вот а дальше просто берем проводки при тыкаем к нужным контактам с наушниками вставленными в уши и слушаем 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 что у нас наушники происходит нашли правый наушник нашли левый наушник припаиваем и как видите если есть тоненький хороший паяльник они как вот этот я не помню сколько здесь 20 или 30 ватт наверное 30 вот то тем лучше так но если нет вот то ничего можно спаять и таким как видим зачистили тык 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 легонечко и что-то припаяли вот и вот таким образом до найти в интернете находится это по запросу штекер 3 5 м м 4 пин 4 пин или 4 c вот и вот находим такой 4 пиновый штекер перепаиваем если смысл в этом всем да попробуйте занести наушники и в контору которая ремонтирует там мобильные телефоны так они там экраны меняют там целые платы перепаивают там процессоры оперативки на этих платах меняют еще что-то а тут ты со своими наушниками причем опять же они не знают какие там цвета к чему подойдут им тоже провозиться они быстрее сделают чем я конечно вот и аккуратнее но тем не менее чем они занимаются и тут какие-то наушники соответственно они либо не хотят за это браться либо поставят такую цену чтобы на этом хорошо заработать а тут ой да эти же наушники сами мало что стоят а тут надо будет заплатить каких-то не знаю сколько долларов но но и за копейки кто хочет работать и я бы не хотел а так любимые наушники домашние вот жена она меня уже сколько лет ими пользуется их любит и тут вышаталась ну неужели нельзя вот такое в домашних условиях сделать можно было бы желание а чтоб еще проще было то покупаем не дорогие покупаем вот такие здесь одну бляшку отогнул так другую бляшку отогнул припаял эту отогнул отогнул поприпаивал потом это все соединил да если надо изоленту туда можно затыкать и залить прозрачным термоклеем так из термопистолета вот ну изоленту конечно тоненькую но тем не менее но более толстая себе на своих наушниках а такими перепаяю потому что зачем мне вот это микроскопирование тыканье если у меня даже инструментов подходящих нет ну а вот для жены для дочери они же женщины существа любящие красоту делаем такой тоненький он все равно чуть толще оригинального так но тем не менее он тоньше вот этого да который довольно таки уже стандартного размера как как для всяких таких паяльных штуковин это и тоненько и красиво и так сенхейзер и вполне доступно сделать на важных условиях ну что я надеюсь пусть немножко не так красиво делаю как радио мастерских так а может и множко далеко не так красиво вот ибо инструмента нет и навыков но если я простой человек не технарь гуманитарий так я взгостный гуманитарий самого детства да и тем не менее взял научился сделал то почему это не можете сделать и вы если прям нет какой-то уже болезни которая не дает и вещи дел можно сделать полчасика посидел и пожалуйста у тебя дома есть нормальная хорошая сделанная любимая вещь вот не надо куда-то носиться и морочиться или закупать эти наушники каждый раз когда что-то с ними произойдет вот тут уже не было отвалился динамик наверное дочь наступила ногой но отвалились эти проводки ну припаял ну чё целые наушники покупать из двух проводков теперь эта штука вышаталась так то они хороши они довольно крок крепкая плетка все это не самые дешевые наушники сейчас точно также свои перепаяют там потом еще есть одни которыми никто не пользуется пусть будет про запас их тоже сделаю ну и все проводные наушники в любом случае нужны я сейчас начал тренировать пение программку включать на вокабре такая программка либо к бери тренируешься попадание в ноты так вот там нужны именно проводные наушники bluetooth наушники не катят они с задержкой передают сигнал и это так было мучительно первое время петь я не мог понять да что же я такой я знаю что я не одаренный к пению но что настолько что я по 15 по 20 раз не мог спеть чтобы хотя бы на 90 95 процентов попасть в ноты ну кошмар а потом надел обычные наушники и улыпал и все попадают а что ж такое оказывается bluetooth наушники то за задержку дает а эти нормально ну и заряжать их не надо отдельно так что штучка такая нужная приятная вот и лишь бы ее доделать и все будет хорошо и с вами тоже все всем пока